Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Напоминаю, что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Amarkets, для тех, кто не знает. В этом канале очень много торговых рекомендаций и идей, которые непременно помогут вам лучше ориентироваться в непростых, опять же, явлениях, событиях и в крайне насыщенном новостном фоне, который касается финансовых рынков. Я со своей стороны каждый день продолжаю озвучивать вам основной фундаментальный фон и, соответственно, также стараюсь помочь принять более оправданное, более верное инвестиционное решение, которое в конечном счете принесет прибыль и доход, за которыми мы, собственно, и приходим на финансовые рынки. Ну что, друзья, сегодня у нас на повестке еще несколько релизов, несколько отчетов, за которыми мы будем следить. Это важно, потому что статистика касается американской экономики, а в следующей неделе у нас уже заседание Федеризирова и потенциальное повышение ставки на 50 базисных пунктов. Я, в принципе, уже не сомневаюсь в том, что ставку повысит, причем я также уверен в том, что ставку повысит на 50 базисных пунктов не только на предстоящем заседании, но потом еще в июне, в июле и в сентябре. Это моя дорожная карта потенциальных действий, на которые я настраиваюсь, поэтому вы должны понимать, что с позиции такой уверенности я надеюсь, что остаюсь максимально объективным. Но с позиции такой уверенности я не могу рекомендовать вам, друзья, короткие позиции по индексу доллара, потому что на фоне такого агрессивного ужесточения монетарной политики у доллара должна быть только одна дорога. Это движение вверх. Соответственно, сегодняшний блок макроэкономической статистики 15.30 по московскому времени. Это личные доходы, личные расходы по прогнозам. Цифры должны быть неплохими. Я думаю, что в целом статистика и не разочарует. И, соответственно, для тех из вас, кто еще сомневается в том, уместно ли сейчас действовать, надеюсь, что вот этот блок макроэкономических отчетов станет еще одной причиной перестать сомневаться и примкнуть к тем, кто верит в дальнейший рост американского доллара. Да и, в принципе, друзья, текущая динамика индекса американской валюты должна быть очень весомым подтверждением, самым, пожалуй, главным аргументом того, что доллар себя чувствует очень хорошо. Индекс доллара 103.49. Друзья, если не касаться максимальных отметок, как ковидных времен, можно сказать, что индекс доллара котируется на максимумах за 20 лет. И мы ждали это ралли. Мы верили в то, что этот актив окажется на таких высоких ценовых значениях. И сейчас пожинаем плоды такой уверенности, бывшей и сохраняющейся. И, соответственно, хвалим, друзья, себя за то, что правильно определили средние долгосрочные перспективы американской валюты. ФРС, кстати, повысить ставку многократно, как я отметил, с потенциалом доведения до 3 процентов, если вам нужен совсем уж прям взгляд наперед. Но я считаю, что при сохранении темпов роста инфляции, а я в этом практически уверен, ставку для целей нормализации до целей приведения к нейтральным значениям придется задирать еще выше. Вчерашний блок макроэкономических отчетов, первичные заявки на пособие по безработице 180 тысяч. Хороший отчет, даже, скажем, очень хороший. Ждем не менее сильные non-farm peril. А вот годовые данные по ВВП, если брать квартальную еще оценку за первый квартал, немного разочаровали, потому что был сфиксирован спад снижения на 1,4 процента. Но надеюсь, то, что последующие релизы все-таки смогут вытащить и темпы экономического роста. Пара доллар-иена, за которой мы следили, сейчас котировки 130.55. Хайхи вчерашнего дня был зафиксирован на отметке 131.24. Напомню, что взрывной рост доллара против иены и, скажем так, мощнейшее ослабление японской валюты стало следствием реакции на итоги заседания Банка Японии, который еще не удовлетворил запросы тех, кто надеялся, что японский регулятор начнет бороться с чрезмерным ослаблением иены, ужесточая монетарную политику. Но никаких фактических решений, которые могли бы ассоциироваться с ужесточением политики, ни намеков на то, что это самое ужесточение может произойти в будущем. А поэтому все увидели в этом сигнал только одного, что японский регулятор не считает текущую слабость японской иены. Достаточно, чтобы регулятор вмешивался и что-либо корректировал. Значит, лететь и лететь и иене. Еще, соответственно, к более низким ценовым значениям против доллара я видел прогнозные оценки экспертов Citi, Bank of America, Goldman Sachs в районе 133-135. По-моему, Citi дальше всех пошли 137 иен за доллар. Я пока не разделяю такую точку зрения, потому что по-прежнему уверен, что с учетом последнего обвала иены, но это снижение прям уж совсем, друзья, значительное, без каких-либо коррекционных откатов. Потому что просадка уже измеряется десятками процентов и ровно настолько же снизились и просели сбережения японских домохозяйств. Я думаю, что нужно, чтобы эта пара стоялась, скорректировалась. И я не буду рекомендовать вам сделку сейчас пару шортить, потому что это очень рискованно против тренда. Но если вы смогли заработать вместе со мной, если сейчас находитесь еще в длинных позициях, друзья, я ранее уже говорил, что всех денег не заработать. Сейчас лучше, особенно под конец недели, пофикситься и просто дальше искать уже более интересную точку входа. Золото 1904 доллара за тройскую унцию. Кайман развернулся, друзья. Это не то, чтобы прям новый сигнал, мощный сигнал, как ранее был на продажу, сейчас на покупку. Но уже мы видим 50 на 50. То есть рынок думает, куда этот актив стоит отправиться дальше. В такой период времени я рекомендую рисковать, особенно после того, что ранее у нас было мощное снижение. Поэтому на фоне неопределенности рыночной этот риск может быть заключен в том, чтобы попробовать открыть длинную позицию, друзья, с целями 1940-1950. Как это ни странно, но даже несмотря на снижение золота в последние недели, крупные игроки, начиная от ETF фондов и заканчивая институционалами, они за этот период времени продолжали активно наращивать золото, в частности ETF, и только в этом месяце, в прошлом месяце точнее, купили золото физического больше, чем на 100 тонн. Что касается отчета американской комиссии по торговле товарными фьючерсами, CFTC, то до сих пор видим серьезный перевес покупателей 180 тысяч против 55 тысяч. Верят все-таки еще в этот актив, я долгосрочно в него верю тоже, но хочется все-таки искать крайне хорошие уровни для открытия позиции. И иногда эта хорошая сделка, друзья, может стать следствием и продолжением очень рискованного решения, которое принимается в моменте. Кто знает, может быть открытие лонга сейчас, это и есть проявление такой перспективной сделки. Европейская валюта здесь только вниз, друзья, потому что энергетический кризис усиливается, вслед за Польшей и Болгарией, скорее всего, последует и Германия. Но я имею в виду не то, чтобы Германию отрежут от поставок российских энергоносителей. Германия сама выступает за то, что уже не против присоединиться к общей европейской инициативе по введению энергетического эмбарка. Очень странно, конечно же, учитывая, что Германия сейчас должна будет заниматься поставками в Польшу и Болгарию. У Германии у самого дефицита углеводородов, а если она еще и откажется от российских поставок, даже не знаю, какие у них там резервы, чтобы обеспечивать не только свои потребности, но и потребности соседних европейских государств. Что-то здесь не вяжется, друзья. Но кризис усиливается. Мы видим, как нефть уже растет. Я думаю, что это явное подтверждение того, что рынок черного золота, рынок углеводородов развернулся. А вслед за ростом нефти будет расти инфляция и будет снижаться риск. Потому что высокая инфляция – это еще одна причина опасаться за перспективу роста региональной экономики и всей мировой в целом. Собственно, рынок нефти 108 долларов за баррель уже сейчас, как я уже отметил, из-за ситуации с Польшей, с Болгарией, из-за потенциального энергетического эмбарго. 110-115 долларов за баррель уже прям совсем реальные целевые ожидания. Минфин России сообщил о том, что объем добычи нефти из-за того, что снижаются международные поставки, в этом году сократится больше, чем на 20%. Друзья, конвертируйте все это в реальные цифры по отгрузке в миллионах баррелей в сутки, и вы поймете, почему я так родил за идею дефицита предложения и то, что это явление должно стать причиной активного роста цен на черное золото. Американский фондовый рынок вниз, как и раньше. На этом, собственно, все. Хорошего вам, друзья, закрытия недели, замечательных выходных. Увидимся уже на следующей неделе. Всем пока!